здравствуйте сегодня я вам покажу и расскажу как отправить жалобу в youtube если вот вдруг вы увидели свое видео которое кто-то скачал и перезалил от себя сейчас вам покажу что нужно сделать чтобы ваше видео youtube удалил у того другого пользователя так случилось что сегодня нашла обзор своей книги на чужом канале и собственно сегодня и родилась такая идея чтобы показать именно снять видео как написать жалобу на youtube и так я открываю видео вот здесь есть у нас лайк дизлайк поделиться добавить плейлист и другое пожаловаться нажимаю пожаловаться мне здесь выдает причины жалобы поскольку это мое видео я ставлю значок вот в этом кружочке нарушение моих прав выберите вариант нарушение моих авторских прав нарушение конфиденциальности другая претензия у меня именно нарушение моих авторских прав далее сколько у меня по умолчанию в google стоит английский язык здесь у меня поэтому собственно на английском языке здесь они вам говорят что если вы хотите дальше продолжать писать жалобу тогда вам нужно подтвердить жалобу о нарушении авторских прав вот сюда нажимаете нажимая на эту кнопку вы берете на себя ответственность что на самом деле ваше видео на самом деле кто-то его скачал кто-то от себя его перезалил то есть все по-честному здесь в чем заключается проблема нарушение авторских прав то есть копировано содержание создана мной чьи интересы затронуты мои поскольку это мое видео и теперь появляется у нас анкета для заполнения самой жалобы адрес видео то есть мы идем вот это видео на чужом канале я копирую здесь ссылку сюда его вставляю опишите работу авторские права на которую предположительно были нарушены сделайте выбор мое видео youtube была повторно загружена другим пользователям нам это и подходит дальше нам нужно теперь ссылка на мое оригинальное видео я иду на свой канал вот my craft quite books как нашла я эту книжку копирую теперь мою ссылку с моей книгой вставляю сюда в какой момент отображается контент во все видео я там просмотрела здесь видео 808 у меня видео оригинальное 418 они на самом деле повторили несколько страниц и поэтому видео стало дольше они даже немножко здесь изменили название но это сути не меняет все равно во всем видео мою было у меня несколько раз случаев когда сделали скриншоты нескольких мастер-классов по переплету именно там было и они собрали видео из фотографий а именно из скриншотов нескольких моих видео в таком случае нужно было мне отметить временные метки то есть я брала свои разные видео я взяла то видео в котором появлялись мои скриншоты именно здесь вставляла с какой по какой минуту появляется мое видео из какой оригинальной ссылки здесь у меня во всем видео если вы хотите пожаловаться на несколько видео было и такое что на одном канале появи появляется например сразу три-четыре за один день появились моих тогда если есть второе видео добавляем и все то же самое ну поскольку здесь одно меня к счастью поэтому здесь все вот это на этом и закончили далее теперь везде где стоят красные звездочки обязательно к заполнению имя правообладателя имя пользователя в youtube или полное юридическое название организации я здесь пишу название своего канала вот это вот то есть название канала youtube юридическое основание для подачи жалобы так я буду писать здесь на английском языке что кто-то перезагрузил мое оригинальное видео так дополнительный адрес электронной почты по умолчанию основной адрес электронной почты это тот адрес на котором зарегистрирован у вас youtube то есть gmail если у вас есть какой-то другой адрес то здесь можете его конечно написать дальше мы заполняем фамилия и имя адрес я пишу и теперь здесь везде проставляем галочки прочитайте конечно обязательно просто уже это дело не первый раз поэтому автоматически здесь уже просто указываю укажите в этом поле свое полное имя она будет выступать в качестве цифровой подписи то есть имя которое вы указали вот здесь отправить жалобу жалоба отправлена если она покажется нам необоснованной или недостаточно полной мы отправим письмо на указанные адреса электронной почты ответить на это письмо и прислать необходимые сведения нужно будет течение недели противном случае ваш аккаунт может быть заблокирован в том случае если вы пожаловали зря вот так вот скажем сразу же приходит на ваш email от youtube youtube диспутс подтверждение уведомления нарушения авторских прав вот все что мы там написали все что было указано почему и что случилось и теперь в течение какого-то времени они рассматривают эту жалобу и вот я заметила у нас здесь если я подаю жалобу то видео удаляется буквально в течение нескольких дней вот собственно канал на котором я нашла свою книжку и здесь судя по всему не только я одна потерпевшая можно так сказать здесь очень много чужих видео причем разных направлений разного содержания на разных языках не знаю зачем такое делается очень очень много вот открываем творческая студия слева здесь менеджер видео видео плейлисты отзыв претензий вот здесь все претензии на которые я когда-либо жаловалась были такие случаи когда я жаловалась на каналы причем был один канал это по-моему даже было прошлом году был один канал у которого было очень много видео и канал по моему же лет пять наверное работал и девушка скачала две моих книги и перезалила от себя и она не сразу две загрузила одну потом еще одну и я сначала пожаловалась на одну видео удалили мое потом она загрузила еще одно видео и второй раз когда я уже на нее пожаловалась ей закрыли канал на один год вот все эти видео которые были удалены вот открываю я канал и что здесь мы видим этот аккаунт заблокирован так как на него были поданы многочисленные жалобы о нарушении авторских прав то есть если вы не хотите потерять свой канал пожалуйста идите себя хорошо может быть кто-то будет смотреть вот чьё-то видео интересно к сожалению здесь нет никакого обозначения как связаться с этой девочкой и сказать о том что и видео вот здесь вот к сожалению нет возможности в общем обычно как происходит если вот каналы типа вот этого то я сразу же пишу жалобу youtube потому что неизвестно кто это кто хозяин что вообще а есть некоторые каналы у которых например есть свой контент какой-то и они вот почему-то вдруг решили перезагрузить чужие видео также можно узнать репутацию вашего канала здесь опять-таки творческой студии заходите открывайте канал статус и функции здесь показывает соблюдение авторских прав соблюдение принципов сообщества youtube все все здесь можно почитать узнать и вот что получилось жалобу я отправила пришло мне подтверждение 315 дня и уже 436 то есть через час и 15 минут мне пришло письмо с youtube здравствуйте благодарим вас за уведомление контент был удален то есть через час и 15 минут вот прям сегодня очень быстро даже вот адрес видео на которое я жаловалась книжка малышка это видео более недоступно из-за заявления нарушения авторских прав полученного от майкрафт whitebooks вот так вот это работает спасибо за внимание и до свидания по-проку подавали петра подавали к также у это м Продолжение следует...